Далее говорим о кинопроекте «Белый кит», который создают наши латвийские продюсеры совместно с российскими режиссерами и звездами российского кино. У меня были дети. Двое. Сын и дочка. Приемные дети. Мы взяли их в семью с женой девять месяцев назад. Почему я говорю об этом в прошедшем времени? Вы вообще когда-нибудь просто думали об усыновлении? Переступали когда-нибудь порог детского дома? Обращали внимание на плакат, где написано «Я каждый день жду папу и маму». Я хотел семью, я хотел детей. Я хотел подарить детям праздничную счастливую жизнь. Ну что же, представляем вам гостей нашей сегодняшней программы, создателей фильма «Белый кит», который, кстати сказать, еще только готовится к съемочному процессу. У нас сегодня в гостях сценарист и режиссер фильма Татьяна Федоровская и продюсеры кинопроекта Светлана Лицова и Кристина Ядревская. Здравствуйте. 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 Ну что ж, фильм «Белый кит» в основе лежит сценарий, рассказывающий историю об усыновлении детей. Как вообще родился этот сценарий, Татьяна? Вы являетесь ведь кроме того, что режиссером, еще и сценаристом. Да. Откуда эта история? Вы знаете, лет шесть назад я услышала три похожие истории именно с процессом усыновления и через какое-то время в одной семье через полгода, в другой семье через три месяца, в третьей семье через девять месяцев детей по разным причинам вернули обратно в детский дом, а в одной семье их просто поменяли на новых, скажем так, да, как бы это ни звучало. Вот. И, ну, все, собственно, да, это абсолютно реальные истории. Но я все эти три истории взяла, там, самые важные, самые интересные факты и создала одну. То есть у меня, у нас будет история про одну семью. Ну, наверное, по ходу жизни мы слышим очень много разных историй от людей, которые нас окружают, из СМИ, из газет, чего только можно не услышать и не прочитать. Но почему именно вот эта тема, эта история вас как режиссера, как сценариста зацепила, и вы решили создать вот тут какое-то произведение? Да, смотрите, первое, это... Меня это потрясло. Это просто эмоциональная была встряска. Мое вовлечение получилось личное. А дальше я начала узнавать, смотреть, были ли какие-то фильмы, были ли какие-то проекты на подобную тему написаны и сняты. Никогда. Это первый проект в истории кинематографа, как бы это ни звучало. Громко и пафосно. То есть лично свободно. Абсолютно, да. Если таким циничным языком говорить. Абсолютно, да, да, именно. Но это сейчас очень актуальная тема, актуальная проблема. Не хотят говорить, не знаю по какой причине, но я думаю, что мы будем первые. Вот у меня такой вопрос. Про фильм мы, конечно, еще поговорим. Вот вы, молодой режиссер, молодые продюсеры из Латвии. Вот как удалось уговорить таких известных российских актеров участвовать в этом проекте? Ну, надо сказать, что актеры, давай назовем имена, не просто известных актеров. Да, это Инна Чурикова, это Андрей Смоляков. Да. И известная актриса румынская Илья Буньяр. Да, она будет играть главную женскую роль, супругу Филиппа, главного героя, которого будет играть Андрей Смоляков. И всех особо не приходилось уговаривать. Абсолютно. То есть все делал сценарий. Потому что, ну, я неизвестный режиссер, тем более дебютант. Отправляешь сначала материал, сценарий. Андрей Смоляков прочитал сценарий и перезвонил мне через два дня. Инна Михайловна Чурикова прочитала сценарий, она перезвонила позже. Но когда она мне звонила, это самое интересное, она рассказывала про свою роль минут пятьдесят. Ну, то есть то, что она прочитала, то, как она уже представила свою героиню Екатерину Андреевну, по фильму ее имя персонажа, она уже придумала все. Как она будет говорить свои реплики, с какой интонацией, в какой одежде она будет ходить, что у нее будут какие-то тапочки сзади с каким-то пушочком, что ее комната, зал будет оформлен в виде такой какой-то учительской, там, портреты Ландауца, Алковского, Ковалевской и какие-то кактусы, фикусы. То есть она уже все придумала, потому что, ну, как она сказала, очень ярко и точно прописан характер, персонаж в смысле. Вы, Татьяна, ожидали такой реакции? Нет. Вы сами признаете, что это ваш дебют, вы начинающий режиссер, и это первый полный метр вообще на вашем счету, в будущем полный метр. Да. Вы ожидали, что вообще такие звезды не просто согласятся, а вот так отреагируют мощно? Нет. Это, ну, первый был Андрей Смоляков. Честно скажу, не верила, когда он мне звонил и говорил про материал, что там, как это все прописано, кто сценарист. А, да, кстати, я подписала титульную страницу сценария не своим именем, ну, не женским, чтобы не было предвзятого отношения, когда человек будет читать, а я подписалась мужским именем. И он говорит, а кто этот сценарист, кто этот парень? Я первый раз слышу такое имя. Я говорю, ну, то есть вот, да, драматурка. Вы немножко стеснялись своим именем представиться на случай, что если вдруг не понравится или будет какая-то критика? Вы знаете, нет, чтобы не было предвзятого отношения, что актер читает женскую историю, написанную женщиной. А есть какие-то, да, предубеждения в этом отношении? Абсолютно. Потому как я, когда отправляла свой сценарий на фестиваль, именно сценарный, сценарное было соревнование, господи, компетиция. Конкурс. Конкурс, да. Конкурс. Сценарный конкурс, да. И в регламенте фестиваля стояло правило. На титульной странице не должно быть никакого имени. И я как-то подумала, ну, наверное, они... Что-то в этом понимают. Именно, чтобы жюри, когда читали, они не понимали, кем это написано. Мужчиной, женщиной, ну, неким бесполым существом. Я, кстати, хочу добавить по поводу этого конкурса сценарного. А было 477 участников иностранных из 30... Более чем 30 стран. Да. И мы взяли первый приз как лучший иностранный сценарий. Но между тем артистов, которые согласились участвовать в вашей картине, не знали еще о том, что сценарий уже получил какие-то награды и кем-то признан. Мы так же не знали. Когда получили материал со Светланой, да, мы просто не смогли пройти мимо. Потому что это просто блестящая драматургия в наше время вообще. Редко можно встретить настолько хорошо написанную историю. Таня скромничает, что она режиссер-дебютант, но мы все знаем, что Таня сняла опять короткометражных фильмов. И все ее короткометражные фильмы участвовали в международных фестивалях, получали призы. Были. И два из них были, чего уж там, да, номинированы на Золотого Орла, что он говорит само за себя. И один из этих фильмов был, стал, вошел в киноальмонах жанры Андрея Сергеевича Кончаловского. То есть Таня успела поработать. То есть Таня не такой уж ноунейм, как тут говорилось. Ноунейм. Ноунейм. Смоляков не знал, ну, Кристина, Смоляков не знал, кто такая Федоровская. Это правда. Инна Михайловна Чурикова слышала, но представления не имела, как я пишу, что я пишу и о чем я пишу. Ну, качество именно драматургии, нет, она, конечно... Таня скромничает, потому что вот в этом, вот только что состоялся и Берлиналь в 2019 года. Это очень значимая такая образовательная программа, которую ежегодно проводит Берлинский кинофестиваль. И приглашают только самых талантливых, 250 человек со всего мира. И вот Таня, единственная от России, вошла как участник в эту программу. И вот только оттуда вернулась. Ну, опять же, именно с материалом с белым китом. Да. Это называется лаборатория Берлинали Таланс. Ну, собирают... Сначала ты представляешь свой проект и выбирают из нескольких стран. Вот у нас в этом году получилось от России я одна. Резонный вопрос, девушки. Как наши латвийские продюсеры Светлана, Кристина встретились? Как пересеклись вообще пути с российским режиссером, с Татьяной? Мы с Татьяной учились на параллельных курсах. Таня училась у Меньшова, да, Владимира Валентиновича. Я у Лунгина Павла Семеновича. И, в общем, таким образом мы знали о друг друге. А после того, как закончили обучение, мы встретились, обменялись информацией и решили, что мы просто должны что-то сделать вместе. Ну, и когда мы со Светой получили материал в руки, мы, конечно, решили сделать все возможное, чтобы этот проект состоялся. Мы с Кристиной познакомились вообще совершенно случайно. В прошлом году нас познакомили... Две рижанки. Две рижанки, да. Познакомилась с общей подругой Ольгой Диптовой. Российская актриса. Мы планировали снимать вместе короткометражную работу. В итоге это переросло в нечто большее. Мы сейчас тоже над этим активно работаем. Благодаря этому проекту мы сблизились. Мы основали свою компанию Вимфилмс. Больше не расставались. Пригласили всех друзей, в том числе Ольгу, Таню, все вместе делать независимые проекты. И пока от фу-фу получается. И через Кристина я познакомилась с Таней. И так оно и не получилось. Сейчас мы просто одна единая большая команда. То есть это реальная история для современного российского кино, когда побеждает идея, побеждает талант. Абсолютно. Вот это наш пример. Ничего не придумываем. Поверьте. Все как есть. Только факты. Да. Был изначально хороший материал. Нет ли, может быть, какого-то страха, волнения относительно того, как придется работать с такими именитыми актерами на съемочной площадке? Как иметь этот авторитет режиссера? Как вообще сейчас взаимоотношения складываются? Страх есть. Не знаю, с какой стороны подойти. Но вот, например, Смолякова потихонечку получается приучить. Он уже становится ручным. Ну, я вижу доверие. И, наверное, на основе написанного материала, то, что я еще и режиссер, все-таки мы понимаем, в каком направлении мы будем двигаться. Посмотрим. Не знаю, когда подойдем к съемочному периоду, будет видно. А вообще я планирую делать репетиционный период недели-две. Это обязательно. А снимать мы будем в Риге. Скорее всего, большая часть проекта будет снята. А в Риге... Процентов 80. Да. Процентов, да. Мы, конечно, очень вкладываемся в интерьеры и немного экстерьеров. Это прям, получается, Москва. Хорошая Москва. То есть Рига – хорошая Москва. Да. Еще немного про актеров. Татьяна, почему именно эти актеры? Почему именно этих актеров вы хотели видеть в своем фильме? Это что-то мучают этим вопросом, понимаете, постоянно. Почему именно они? Так, ну, отвечу просто. Первое. Смоляков похож. У него есть портретное сходство. Он меня сейчас убьет, он смотрит. У него есть… Ну, во-первых, он похож на кита-белуху, на белого кита, да? Вот похож. Вот сейчас вот вы представляете… А по факторе. Да, он похож. Ну, а потом он гениален. Ну, кто еще? Больше никто. Во-первых, никто не будет с тобой, с дебютантом, с начинающим актрисой… с начинающим режиссером, простите, такой актер такой величины ездить, участвовать вот в неких акциях, давать интервью на то, чтобы мы каким-то образом привлекли финансирование к фильму. Я не могу себе представить никого больше. Вот. И, ну, потом он, конечно… Когда я уже писала, разрабатывала второй-третий драфт, я понимала, что будет Андрей Смоляков. Его лицо, его голос, его физиология – это он. Это для него. Почему Чурикова? Чурикова почему? Потому что она единственная. Потому что она единственная в России. Она гениальная. Во-первых, она очень подходит с Андреем на маму и сына. Ну, то есть на его маму, да, как персонажа. Это что называется? Монтируется. Монтируется. Ну, может, монтируется. Как это? Альянс, тандем. Ну, да. Ну, а кроме Чуриковой, я не знаю пока. Я больше, я никого не представляю, не вижу. В вашем фильме, кроме взрослых, так назовем ролей, будут еще и детские роли. Есть ли уже, ну, какие-то актеры, назовем их так? Мы все-таки видим, что это детки достаточно маленького возраста. Есть ли уже претенденты на эти роли? Да. Две главные роли. Нет, мы будем делать кастинг, и кастинг мы будем делать в Риге. Может быть, тогда, пользуясь случаем, можно объявить какие-то критерии, для, ну, наверное, для родителей? Пока что, наверное, критерии, это 5-6 лет. 5-6 лет, девочка-мальчина. Да, конкретный критерий на данный момент, но можно следить за нашей компанией, за нашими публикациями в ВМФИЛМС, на которых будет вся информация по поводу кастинга, по поводу фильма, в принципе, какого-то сотрудничества. И с удовольствием будем ждать ваших детей у нас на кастинге. Будем делать большие пробы. Все вместе. Когда, предположительно, могут начаться съемки фильма? В октябре. В октябре этого года мы планируем уже стартануть. Ну, вот сейчас решается вопрос с финансированием. Проект будет подан на соискание гранта Министерства культуры Российской Федерации. Мы также подаемся на все большие европейские гранты. И, конечно, частные спонсоры тоже участвуют активно. Мы ищем частное финансирование в том числе. И, в общем, бюджет фильма будет около миллиона евро. И для дебютного фильма это достаточная цифра. Это, конечно, не много, но... И не мало. И не мало. В принципе, это очень хороший бюджет для качественного кино. Особенно для кино Татьяны, потому что даже сложно сказать. В принципе, это достаточно, но у нас очень масштабная съемка будет происходить. Вот поподробнее расскажите, где вы хотите снимать. А мы еще не выбирали, мы не знаем. Но пока то, что мы, например, видели, я второй раз в Риге сегодня. Второй день, да? Второй день. Да, второй день, но первый раз. Нет, второй раз. Второй раз, первый день. Второй раз, второй раз, первый день. Да, правильно так. Первый день был, когда я прилетела после Берлин-Али 4-5 дней назад. То, что касается центра Риги, это очень красиво. Но мы еще не выбирали локацию, но я вижу, что это очень похоже на старую Москву. Ну, такой район, как Балчук и набережные. Конечно, художники-постановщики постараются, чтобы это выглядело, как настоящая Москва. И съемки, те 20%, которые мы рассчитываем снимать именно в России, в Москве, они, скорее всего, самые масштабные, самые сложные и самые затратные. Почему именно там самосложность? К примеру, возьмем одну из сцен, надо перекрывать шоссе с большим... И при этом видеть в кадре большое количество... Восьмиполосное шоссе, занятая пробкой. В общем, и там и внутри сложная бизансцена должна происходить. Когда приблизительно фильм могут увидеть зрители, можно ли вообще говорить сейчас, вот строить такие долгосрочные... И суеверия страшно. Но мы будем стараться. Будем стараться. Как можно быстрее вас порадовать. В следующем году. Давайте так. В следующем году. В следующем году. Так, все. Мы записываем себе 2020 год, когда ожидать выход фильма «Белый кит». Обязательно. Супер. Может быть, напоследок вопрос каждому из вас. Вот что... Вот о чем больше всего волнуетесь? Может быть, вот фильм еще не приступили вы к съемкам. Вот что для вас, может быть, самое такое вот волнительное, сложное? Что-то, что вот нужно как-то преодолеть, победить и сделать? Для меня самое главное – это не отклониться от идеи, которая у меня в голове, которую я написала, не отклониться от сценария и не идти ни на какие компромиссы. Вот. Это самое главное. То есть не изменить задуманному. Иначе задуманное изменить тебе. Для нас в этой связи главная задача, чтобы Тане было максимально комфортно работать. И это всегда связано с некоторым волнением, да. Это всегда занимает время. И это, конечно, достаточно нервозно, нервозный процесс. Поэтому мы волнуемся за то, чтобы все прошло гладко и режиссеру было максимально удобно. Золотые слова продюсеров особенно, да? Ну, со стороны продюсера могу сказать, что на данном этапе я больше всего беспокоюсь, конечно, за бюджет. Это то, что занимает мое сознание вообще на протяжении всего дня, всей ночи. Я думаю об этом 24 часа. И, конечно же, команда. Это очень важно. Я первый раз работаю в кино. Я понимаю, насколько это влияет и на съемочный процесс, на его результат. Я думаю, это такие две самые важные вещи. Ну вот удивительно то, Татьяна немножко сейчас обмолвилась, да, что Андрей Смоляков, главный герой фильма, сейчас тоже вместе с вами находится в Риге. Вот насколько это вообще такая характерная ситуация, когда актер приезжает вместе с продюсерской командой, с режиссером для того, чтобы заниматься вопросом получения денег. То есть, я так понимаю, привлечение финансовых средств, да. То есть, я так понимаю, что это работает лицо, да, эффект узнаваемости актера. Вот насколько вообще эта история характерна для мира кино? Я такого не знаю, честно скажу. Это связано с действительно какой-то увлеченностью этим фильмом? Хотя нет, я слышала что-то про Джорджа Клуни, где-то он там ходил на Каннском фестивале, но это был какой-то некий документальный фильм. Он, да, собирал, просил деньги. Параллельно снимали документальный фильм, да, а у нас вот... Нет, не знаю. Я думаю, что это практикуется, просто тщательно скрывается. А мы не скрываем. Мы не скрываем. Мы решили идти так, к зрителю. Что, собственно, делает, наверное, ваш фильм в чем-то еще более интересным, может быть, и уникальным, на историю его создания. Нам вдвойне будет интересно посмотреть, что же в итоге получилось. Мы желаем вам искренне удачи, ждем 2020 года, и мы с Андреем Дмитриевым непременно будем в числе зрителей на премьере. Спасибо. Спасибо вам большое. У нас в гостях творческая команда создателей фильма «Белый кит» Светлана Лицова, Кристина Ядревска, они являются продюсерами кинопроекта, и сценарист и режиссер Татьяна Федоровская были сегодня у нас в гостях.